Почти шесть лет назад в Жилищный кодекс была внесена статья о создании Советов многоквартирных домов. Подробно об этом можно прочитать в 161-й статье документа. Представители Советов домов вовлекаются в процесс управления многоквартирным домом. Они представляют интересы всех жителей в управляющей компании. Многие граждане не торопятся принимать активную позицию. Часто просто из неверия, что могут своими силами что-то изменить к лучшему. Но героиня нашего сюжета оптимист, ее имя известно всем жителям дома номер 35 по улице Коммунистическая, Александра Андреевна Фетищенко. Как только появилась новая форма взаимодействия с управляющими компаниями, она собрала вокруг себя команду и возглавила Совет дома. И вот уже три года представляет интересы жителей в кабинетах начальников коммунальных служб, начиная с ЖЭУ и заканчивая руководителем управляющей компании. Чтобы все дома имели совет дома, боролись за то, что так, говорят, вода не течет под камень, его надо поднимать. Человек сам будет принимать участие в работе управляющей компании, сам непосредственно будет голосовать за ту или иную работу. Ведь порой тяжело собрать собрание собственников, не то, что тяжело, это невозможно практически. Собственники домов выбрали людей, представители, пришли к нам, мы решили любой вопрос, и уже меньше граждан будет идти к нам, управляющей компанией. Они будут идти к председателю Совета дома, к членам Совета дома и решать все свои злоподневные вопросы. К активности Александры Андреевны руководители коммунальных служб и управляющей компании относятся с уважением и идут навстречу. Скорее всего потому, что в своей работе чаще сталкиваются с морем негатива, чем с людьми, которые не жалуются, а стараются помочь сами себе путем переговоров, исходя из имеющихся у управляющей компании возможностей. Я пошла в управляющую компанию, в Черкас. С ним наладили мы такое отношение, что бы мы ни попросили, никогда нам, вот так, чтобы нам не дали, или никакого этого не было, ответ всегда положительный. Собственники должны понять, что у нас общая цель, у управляющих компаний и у собственников у нас одна общая цель. Это дом, в котором будет светло, тепло, чисто и комфортно жить. Собственники от этого получат, так сказать, комфортное жилье, а управляющая компания получит стабильную работу, стабильную занятость. За время своего председательства Александре Андреевне и ее команде удалось договориться с управляющей компанией о проведении ремонта в подъездах. Частично была положена новая плитка, заменены лампы. В подвале больше нет сырости и крыс, положены долговечные пластиковые трубы. С домоуправлением. У нас никаких проблем с начальником домоуправления Гасилин Юрий Михайлович. Всегда позитивно, всегда разговоришь, что бы мы не попросили. Вот пришли, нам ящики подожгли. Это приходит из других домов. Заменили нам ящики, вот там вот ящики меняли, мусоропровод, все. Ну вот, вот такие вот дела. И с Юрием Михайловичем мы, что надо, где-то подкрасить, где-то вот тот там черканул, кто-то там написали иногда. Вот приходят молодежь, стоят за этим и пишут на стенах. Юрий Михайлович, ну идите за окраси, как вы нам надоели. Ну идут, подкрасят, подмажут. Никогда у нас никакого не было вот так, чтобы мы вот прямо ругались, ссорились. Ни в администрации, ни в управляющей компании. Ничего нам абсолютно никто никогда не отказывал. Система капитального ремонта, она открыла новую страничку в работе советов квартирных домов. Почему? Потому что и проведение ремонтных работ может контролироваться советами домов, и приемка выполненных работ производится с участием советов квартирных домов. В актах выполненных работ представитель общественности обязательно должен расписаться. То есть вот это в самом лучшем варианте общественной контроли за выполняемыми работами. Александра Андреевна, как председатель совета дома, сотрудничает не только с управляющей компанией, но и с местными предпринимателями. Так один из них помог организовать около дома полисадник, завез саженцы деревьев. Он нам не отказал, вот эту всю часть выложили. Привез нам еще кусты из этого, из питомника, посадил нам кусты. Мы уже потом садили сами цветы в этом году, мы все высаживали, все красиво. А потом я пошла, он с одной стороны выложил вот эту плиту, эту самую, борзоборчик поставил, а потом я прошла уже в администрацию, в администрацию нам вот эту ту часть сделали. Создавайте советы домов. Это хорошая управляющая компания и будет только в радость. И это поможет нам вместе сделать большое дело, наш дом сделать уютным, хорошим и красивым. Управляющие компании не боятся ни цензуры, ни критики. Они только приветствуют хорошие людские начинания и хорошую работоспособность. В этом году во дворе дома начались работы по благоустройству. Александра Андреевна и все жители надеются, что в следующем году здесь появятся и новые детские формы. Если не сидеть на месте, а действовать, можно добиться многого. Марина Менткевич, Сергей Григорьев, Елизавета Скрябина для программы «Городские вести».